Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него конструкция какая-то, он как в каске мотоциклетной. Защищаем его физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Андрея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Андрея поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Андрея, он идет к маме. Мы спрашиваем разрешение мамы на диагностику и чистку ее сына. Дает. Хорошо. Итак, ты видишь конструкцию, да? У него каска на голове и внутри где-то конструкция вижу, да. Хорошо, скэнер, просканируй сейчас Андрея. Отключи эту каску вместе с конструкцией, вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Все, что к этому подключено. Выведи это все из биополя и как все выходит силой моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Каска – это определенные мысли, ненависть, информация, которую он получает отовсюду, от взрослых, от детей. Определенный настрой, без всякого анализа, обвинения. Обстановка страха и ненависть. Сейчас, подожди, а вот эта конструкция – это скованность, она сковывает, ну, как робот, в общем, тело. Клетки. Я даю команду на счет 3, скэнер сканирует пространство над головой Андрея под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все семь тонких тел Андрея, находит все. А вот он и черт. А вот и черт. На ногах у него такое, как красное одеялко или такие толстые тапочки какие-то. И он сидит за столом и ногами как-то как машет. В общем, черт там навязал вот это все вокруг, и там портал под столом. В квартире, понятно. Какой у нас черт? Пять. Хорошо, черт. Кто еще есть? Есть гуманоид. 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 И арахноид. Ну, арахноид – это понятно. Это в квартире. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе, черт? Два года. Кошку мучил? Сама лезет куда не надо. Прямо в портал ко мне идет. В открытый. Ну, она в нам пожаловалась. Поэтому сегодня будет с тобой разговор серьезный по этой. А это что? Я не открываю порталы. Я в них перемещаюсь. Значит, не надо было делать так, чтобы кошка страдала. Идем дальше. Гуманоид, откуда ты? Она вредная. Там и я больше страдаю, чем кошка. Ну, не знаю. По вредности, скорее всего, ты вреднее. Итак, гуманоид, откуда ты пришел? Куда? Кто ты? Ловец чего? Управляющий сознанием. Хорошо. Тут ты мне должен объяснить. Сколько ты находился в его биополе? Год и два месяца. Управление сознанием. Это конструкция твоя вместе со шлемом? Да. Шлем тоже? Все это было построено на его эмоциях и того, что он получает извне. Внутреннее и внешнее экзо-киэза. Какая цель твоей подключки? Вырастить робота, причиняющегося мне. Понятно. Сканер, просканируй полноту души Андрея на настоящий момент. 98. 98%. 98%. 2% находится в конструкции или ты уже отправлял копию гуманоид? В конструкции. Выглядит это так, что он иногда не слышит, до него не сразу доходит. Ему нужно подумать два раза, чтобы ответить. Он отвлечен, он погружен в эту конструкцию. Понятно. И арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Сколько ты находился? Начинаем тогда с реверса энергии. Дуй команду тонкой копии. Андрея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. В его биополе каналы выстраиваются. Также каналы конструкции и к шлему. Дуй команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкоабрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Андрею. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Андрей забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Скэнер, полнота души Андрея на настоящий момент. 100%. Идем дальше. Арахноид, выходи, снимай всю свою паутину, отключайся полностью. Вытаскивай все свои иголки. Расскажи мне, как ты воздействовал на ребенка. У него волосы полностью. Вот эта часть, как вплетена туда паутина. Как она проявлялась? Паутина, где вплетена, она как косичками много-много. И он тянет то за одну сторону, то с другой. В голове у него то там, то там появлялись или боли, или неприятные ощущения. И тут еще это давление с арахноидом, вернее с гуманоидом, вместе с его каской и конструкцией. То есть там ребенок бедно испытал такой трэш от вас. Хорошо, он все снял? Плетун. Он все снял. Возвращайся в клетку. Гуманоид, посмотри, что-нибудь я оставил еще не вытащенным на твоей частоте. Да, оставил. Шар у него в третьем глазе. Скэнер, просканируй сейчас этот шар. В следующий раз ты должен будешь распознавать его и выводить вместе с конструкцией. Скэнер сканирует этот шар. Готово. Хорошо, что это за шар гуманоид? Какая его функция? Компьютер, он связан с компьютером. Усиливает ненависть. Компьютер усиливает? Ненависть и радость. Хорошо, вытаскивай этот шар, выходить ей не надо. Потому что в игре враг убит. Это те игры, в которых льется кровь, в которых люди умирают, а потом воскресает. Вот это именно этот пункт. В принципе, я не знал, что гуманоиды на нее заходят на эту частоту. Обычно драконы заходят. Это их фишка. Ну а сейчас, в принципе, узнали, что и гуманоиды пользуются этой лазейкой. Итак, компьютерные игры – это прямой портал. Здесь все совпало. Что в жизни твоей в игре ненависть. Я же говорю, здесь нет альтернативы. Все, что его окружает, дает ему определенную картину только. А другие не рассматриваются никак. Долгосрочно в этой перспективе очень будет трудно этой душе проходить свой опыт на земле. Если родители не помогут как-то переключить и здесь все-таки ребенку обеспечить какое-то свободное помещение или свободное как-то сферу назвать, где он остается ребенком. Потому что это все негативно. Итак, он забрал этот шар? Да. Да. Черт. Выходи, вытаскивай свои… Что ты у него? Носочки оставил? Ну, носки, но они как одно целое такое. Хорошо. Вытаскивай все. Вязаные. Готов. Хорошо. Все-все убрали. Дуй команду на рассинхронизацию Андрея с чертом, гуманоидом, его конструкцией, шлемом и арахноидом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Подхожу к Андрею, помогая моей энергией отстегнуть ему канал на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро канала, улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Итак, все-все убрали. Арахноид. Ты находишься в квартире? Да. И черт находится в квартире. Гуманоид в квартире не находится? Нет. Сейчас я отправляю черта и арахноида в квартиру. Вы соберете все, что вы оставили. Черт соберет все свои комочки, одеялки, сеточки. Снимет все, что он оставил на других людях и обитателях этой квартиры, если таковые есть. Дожидается меня. Вместе с арахноидом я прихожу, проверяю и первый раз отпускаю вас на вашу чистоту. Все понятно? Да. Открывается два портала в квартиру Андрея. Один, два, три. В один уходит арахноид, в другой портал уходит черт. Закрываем, опечатаем, растворяем оба портала. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слышаю. Гуманоид Уто сидел в ребенке один и два года, установил конструкцию, установил шлем, вытащили шар, компьютер в его голове. Он хотел из него сделать своего работника, раба. Похититель сознания, они очень опасные. Забираем его. Будем проверять другие подключки. Это уничтожить. Скажи мне, пожалуйста, мне надо что-нибудь еще возвращать, кроме этих двух процентов, которые я вытащил из конструкции, потому что осознание... Вернулось по каналу. Все вернулось. Благодарю тебя. Хорошо. Похититель сознания. Его забрали. Они эти люди потом оказываются в психиатрических больницах, Вера. Когда они свое сознание теряют, они становятся своими. Хорошо? Нет, не эти. Не эти. У тех, которые душу украли, да? У этих. Четко запрограммированный план. Тот, что им дает куманоид. Все понятно. Программа. Это робот так и есть. Хорошо. Идем дальше. Благодарю за информацию. Сбрось конструкцию. Под конструкцией шлемом открываю воронку в галактическое дро, и все это уходит на переработку. Закрываю печат и растворяю. Готово. Выходит эмоциональный фантом Андрея. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоэбрационные эмоциональные энергии, сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Ну, я бы назвала его тревожный. Такой фантом. Весь он как... В ожидании. Волнуется такой. Весь ходуном ходит. Эти энергии, которые Андрей сам сгенерировал, обращая внимание мамы, сворачивая эти энергии в шар, открывая воронку в галактическое дро, и эта энергия уходит на переработку. Закрываю печат и растворяю. Готово. Поехали по частотам. Переходим на частоту негативной эгрегора, мешающей жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Эгрегор выходит, активно и подсвечивается. Сейчас выйдет компьютерная игра эгрегора. У него два эгрегора. А второй какой? Оба активные. Хорошо. Информацию можешь считать? К чему он подключен? К общеинформативному каналу. Телевизор. Общий информативный. Общий информативный канал. Хорошо. Вся информация, которая поступает, он впитывает, как я уже сказала. Хорошо. Мы спрашиваем маму, разрешение она дает на отключение этих негативных эгрегоров? Дает. Подхожу к Андрею. Помогаемая энергия отстегнуть все эгрегоры. Один, два, три. Пошел мощный удар. Отлетает эгрегор. Открываю воронку в галактическое ядро. Эгрегоры вместе с их фантомами уходят на переработку. Закрываю печат и растворяю. Готово. Переходим на частоту лярв. Если таковы есть, подсвечивается. У него в ногах как лекает кое-что-то. Может уберем с остаточными энергиями? Давай. Если еще где-то осталась негативная энергия, то эта энергия проявит в виде темных пятен. Пошел свет. У него очень много серости. У него есть ненависть. И он оправдывает эту ненависть. То есть он считает, что он прав в своей ненависти. И она поглощает его серым цветом. Это скорее всего самое страшное, что есть. Потому что интерференты приходят и уходят. Хотя это были опасные. Но то, что зерно, которое он там закладывает этой ненависти в себе, это очень-очень опасно для души. Скэнер выдает в математическом режиме. Удаляет все до 100%. Пошел процесс. Ты можешь иметь все последствия огромные на всю его дальнейшую жизнь. Если он привыкнет к этому состоянию постоянной ненависти. Открывая воронку в галактическое ядро. Региме уходит на переработку. Закрываю, опечатаю и растворяю. Переходим к закачке энергии подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно Андрею. Какая частота вибрации? 135 и 18. 135 и 18. На 4 макушку головы Андрея начинает поступать 7. высоковибрационных потоков по 135% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 18 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Андрей. Как ты себя чувствуешь сейчас, когда этого всего нет, что тебе мешало? Интересное ощущение. Какое-то другое. Все вокруг. Мягкое, спокойное, уверенное. Мысли нет. Вот это и должно быть твое состояние нормальное. Хорошо. Сейчас будем возвращать тебя назад в твою систему Биоробот Душа. Потом вернем маму и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ